Слава Господу, что мы можем быть в Доме молитвы второй раз и слышать благовествование Христово. Именно мы имеем эту добрую, радостную весть и уповаем на спасение в Иисусе Христе. Люди, которые отвергают благовестие, у них есть собственное благовестие, на что они уповают. И когда мы их слышим, то мы приходим в ужас. На что же вы уповаете, не веря в Иисуса Христа? Сегодня утром, когда брат предглашал покаяние, то меня посетила мысль, что Дух Святой заинтересован в том, чтобы люди прилагались к церкви и утром и каждый день, чтобы обращались к Богу новые и новые души. Но, с другой стороны, также Дух Святой заинтересован в том, чтобы те, которые уже познали Господа Иисуса Христа, чтобы они оставались в вере и не отпали от своего утверждения. И передо мной брат говорил о том обольщении, которое будет распространяться в последние дни. И я также хотел говорить на эту тему. И нам всем нужно бодрствовать и хранить себя, чтобы никто не отпал от утверждения своего, от своей веры в Господа Иисуса Христа. Давайте вместе прочитаем из первого Тимофея, четвертая глава. Будем читать выборочно. Первые два стиха прочитаем. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». Шестой и седьмой стих читаем. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басни отращайся, а упражняй себя в благочестии». Также прочитаем десятый стих. «Ибо мы до того и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на Бога Живого, Который есть Спаситель всех человеков, наипаче верных». Шестнадцатый стих. «Вникай в себя и в учения, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Также из пятой главы прочитаем пятнадцатый стих. «Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны». Когда человек рождается в этот мир, и это с каждым из нас произошло, открылись легкие у новорожденного младенца, и он задышал воздухом земли. Но цель Божия в том, чтобы мы еще однажды открыли легкие и вдохнули тем воздухом, который будет на новой земле, и уже не в этом теле, а в новом теле, который Бог обещает дать при воскресении из мертвых. Христос воскрес первый, первенец, а потом те, которые Его воскреснут в день воскресения. Если же второе пришествие застанет нас при жизни, то те, кто живым встретит второе пришествие Христа, его тело должно будет измениться, и уже в новом теле он также должен будет дышать по-другому. Как это будет, мы не знаем, но факт остается фактом, что нам нужно достигнуть второго или первого воскресения, или вот этой цели, которую Бог хочет, чтобы мы достигли. Очень важно, чтобы мы предстали пред Богом и всегда с Господом были. Если мы заняты земными какими-то задачами здесь на земле и не думаем о вечности, то, значит, нас кто-то уже обманул. Мы находимся уже под обольщением. И обольстителем всех людей является сатана. Он обольстил первых людей, Адама и Еву, и внушил им в то, что Бог неправеден, что Бог обманывает вас. И тогда Адам и Ева впервые усомнились в праведности Божьей. И сегодня все люди только и заняты тем, что ищут праведности Божьей. Они пытаются оправдаться перед Богом. И вот Бог в Иисусе Христе дает нам надежду. Христос, Он также однажды задышал этим воздухом. Тот, которому дышать не нужно, но в руке которого дыхание всех нас, Он лежал на соломе, и впервые ручка этого младенца, Иисуса Христа, она сжимала солому. И Он наносил на Себе эти земные одежды, и потом умер за нас на кресте, чтобы мы имели надежду на спасение. Но мы Его не видим. И Слово Божие говорит о том, что до второго пришествия Иисуса Христа так все и будет. И единственным контактом или каналом общения между нами и Богом является вера. Мы верою спасаемся. Мы читаем праведной верою жив будет. Мы также знаем такие слова, а без веры Бога вводить невозможно. И если спасение через веру и истины, и истина делает человека свободным, то дьявол самое большее обрушит всех своих стараний, чтобы выбить из-под нас единственное, то, чем мы обладаем, это вера. И вот все его усилия направлены на то, чтобы верующий перестал быть верующим. И вы знаете, у него получается. Когда мы видим, израильский народ выходит из Египта, то им было сказано, что вы войдете в обетованную землю. То есть двух миллионов людей, которые вышли, вошло только два человека. А об остальных сказано, и так видим, что они не могли войти за неверие. Это послание к евреям, последний стих. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из нас опоздавшим. И поэтому сегодня Бог приглашает всех верить Богу, верить истине, пока есть возможность, пока вы находитесь в теле, потому что человек в теле может веровать и спастись, а вне тела веровать уже нельзя. И дьявол это знает, и поэтому всячески старается, чтобы человек остался без веры уже здесь на земле, а если его жизнь прервется, то у него не будет никогда второго шанса. Через компьютерные игры постоянно проповедуются, что у тебя есть возможность перезагрузки. У тебя 10 жизней, ты можешь купить себе еще дополнительную жизнь, заплатить там несколько денег, и ты получишь еще один шанс. Но в реальной жизни такого не бывает. И у человека только одна жизнь, и если он ее потеряет, то это навсегда. И поэтому, насколько внимательно мы должны быть слышны, чтобы не отпасть, потому что, как мы прочитали, что многие подпадут обольщению, и многие, и некоторые уже уклонились вслед сатаны, как мы прочитали в послании Тимофея. Дух же ясно говорит, что в последние дни отступят некоторые от веры. В этом же послании к Тимофею апостол говорит о кораблекрушении в вере. А Иисус Христос, 18 главе Иоанна, или от Луки, говорит такие слова. Я думаю, мы запомним этот стих, потому что его легко запомнить. 18,8. Здесь есть две восьмерочки. Здесь написано во второй половине, «Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Все склоняется ко второму пришествию Иисуса Христа. И чем мы ближе к Него пришествию, тем эти слова будут более очевидны, и большая часть людей на земле не способны будут верить. И чем дольше я остаюсь в числении верующих, тем больше эти слова могут сбыться на мне. И поэтому, если есть в нашем собрании человек, который еще не уверовал или не отдал свою жизнь в руки Божьи, поспешите, потому что время идет, и мы приближаемся ко второму пришествию Иисуса Христа. Во втором послании Фессалоникийцам апостол Павел говорит со второй главы такие слова. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и не смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся, превозначающий выше всего, называемого Богом или святынию, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом Своим. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действия заблужения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благоествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Мы видим, что апостол предупреждает, что пришествие Антихриста, оно будет таким, что вся земля поверит в то, что это сверхчеловек, что это особенный, который будет внушать и обольщать всю Вселенную. Мы видим, что действия сатаны будут такой силой и знамениями, и чудесами ложными, что все, кто не верил истине, они примут его, и по той причине, что они отвергли любовь и истинную для своего спасения, которое было прежде проповедано им об Иисусе Христе. И мы видим, что сейчас все это исполняется. Я зашел к папе в гараж, и у него включается свет, и когда свет включается, то сразу же включается радио ФМ, ну там настроено. И слышу радиомелодию, значит, там интервью берет у какой-то женщины, и вот оно уже заканчивается, и эта женщина, значит, несколько слов, которые я успел уловить, говорит, ну, вот есть такая наука, нумерология о цифрах. И вот, говорит, в прошлом веке, в 1900-х годах, мы жили под цифрой один. Ну, и поэтому люди так развивались, были, значит, они подвержены этой цифре один. А сейчас уже 2000 какой-то год, и все наше поколение будет подвержено цифре два. И поэтому по-другому совсем будут развиваться и дети наши, и так далее, и тому подобное. Апостол Павел предупреждал, мы уже с вами прочитали, что негодник же и бабьих в басне отращайся. И вот эта женщина, она послужила этим басням, и она продвигает эти всевозможные учения. И не только она, мы, если откроем интернет, то у нас жизни не хватит перечитать что-то там, все, что предлагается там. Но Слово Божие говорит еще в 18-й главе Второзакония «Через Моисея было сказано такие слова «И когда войдешь ты в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. И за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Всем народу было истреблено земли палестинской за эти мерзости. А сегодня уже весь мир погрязает в этом демоническом обольщении. Сегодня люди смотрят по телевизору эти вот войны экстрасенсов и все возможное от этого демонизация наполняет через мультфильмы. Дети смотрят вот это все, что связано с колдовством, с щеродейством. И они уже с детства впитывают себя, что это все нормально. И когда придет антихрист и его обольщение, то они спокойно его примут, потому что они его принимали еще там в мультике. И когда придет настоящий дьявол во плоти, они примут его. Мы видим, что у человечества до Второго пришествия все меньше и меньше сил верить. Сегодня каждый человек уже так, а вокруг него, как вокруг города, вырытый ров, наполнена вода, сделаны неприступные стены, чтобы он не способен был веровать в Бога, чтобы никакая истина не проникла в него. Сегодня говоришь людям о Боге, и они тебе говорят уже то, что начитались. Они говорят об Иисусе Христе, как каком-то просто сверхчеловеке, у которого были чакры открыты там и тому подобное. Они говорят, что такой же самый был и Будда, и прочие учителя, и так далее. Мы видим, что когда мы говорим людям об Иисусе Христе, и о спасении, они не способны принимать это. Но наиболее опасность распространяется не на тех, которые не веруют, но на нас, верующих, потому что Христос сказал, когда я приду, найду ли веру на земле в верующих? Получается, что я нахожусь в опасности, как человек, который следует за Богом. И поэтому апостол Павел предупреждает, чтобы мы не смущались ни от каких посланий, чтобы мы берегли свою веру. Когда он уже был недалеко от смерти, он говорит, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который дает мне Господь, праведный судья. Павел сохранил веру, и другие братья сохранили, а сохраню ли я и каждый из нас? Вот у чего-нибудь вопрос. Он говорит, здесь же мы прочитали, что мы уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, а наипаче верных. Останусь ли я в числе верных? Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступай из себя, спасешь и слушающих тебя. Мы видим, что Библия буквально выскальзывает из наших рук. У нас все меньше остается времени для ее прочтения. Раньше, чтобы доехать в Киев, нужно было потратить неделю из Запорожья в Киев. И сегодня за 4 часа на электричке вы можете туда добраться. И несмотря на то, что у человека остается 5 дней свободных от дороги, у него не хватает времени сегодня на то, чтобы прочитать хотя бы несколько глав из Библии. Мы читаем послание Галатам в первой главе. Такие слова. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благоествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благоествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. То есть нам нужно отвергнуть, анафема, да, слово отвергнуть, отлучить от себя всякое другое благовестие, которое нам предлагается. И люди, которые сегодня обольщают нас, их станет все больше, они станут сильнее, и никто из нас здесь сидящих не избежит разговора с ними. Однажды вас прижмут к стенке и зададут такие вопросы про пирамиды, про какие-то там открытия в космосе и про то, что якобы ученые, вот мы читаем, лицемерно через своими лжи словами будут обольщать людей. Апостол Павел предупреждает, что все это дух последнего времени, который будет использовать богопротивных людей. И они лицемерно нам будут говорить, что никакого Бога нету, что нашей земле миллионы и миллионы лет, и что все ваши верования, это все надуманное. Но пришествие Иисуса Христа приближается. И когда мы читаем, что оно приближается, то я хотел заглянуть хотя бы на несколько дней после пришествия Иисуса Христа. И книга Иезекииль, 38 глава, 39 глава, говорит о том, что финальный итог пришествия Иисуса Христа, как мы уже прочитали, что Христос убьет духом своим Антихриста, ну не только Антихриста, а там будет многомиллиардная армия с этим Антихристом. И вся эта армия погибнет, но не только она погибнет, что многие люди на земле погибнут, и книга Откровения говорит об этом, что Иезекииль говорит, что 7 месяцев будет только хоронить, и потом будет везде кости находить еще долгое время. И кошмар этого времени будет ужасен. Но для чего Бог это говорит? Когда мы видим на все это побоище и тот финальную сцену второго пришествия Иисуса Христа, мы видим, что будут сжигать орудия эти, убийства, тогда вот будутся слова, что перекурят мечи на орала, и будет наступление тысячелетнего царства. Все это хорошо, но где будет мой сын, или где будет тот человек, который не поверил в Иисуса Христа, тот, кто окажется вне спасения, где он будет? Что будет со мной в первые дни тысячелетнего царства? Где я буду находиться? Вот о чем мы должны думать. И поэтому пусть Господь поможет нам сохранить веру и упование на Господа, чтобы никто не уклонился вслед дьявола, чтобы, подобно апостолу Павлу, мы могли сказать, что я подвигом добрым подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, которую даст мне Господь, праведный судья, в день оны. Да благословит всех нас Бог и сохранит нас Ему, да будет вечная слава. Аминь.